В твое время Apple дать нам то, что у нее получается лучше всего — научно-фантастическую драму, которая запутает наш разум. Это та область, в которой Apple TV Plus действительно выделяется по сравнению с другими стриминговыми платформами. А поскольку темная материя только что вышла на экраны, сложная интрига после всего лишь двух эпизодов уже присутствует. По следам Джейсона — семьянина, которого похитили, и в конце концов проснулся в мире, что он не признал на 100%. Путь назад в свою собственную реальность кажется. Самое то самое, что это шоу будет сосредоточено вокруг него. С окончанием второго эпизода это оставило все открытым и подверг Ясона великой опасности. Давайте перейдем к шоу и разрушить все, что можно было у него отнять. Вот темная материя первой и второй эпизоды объяснения концовки. Чтобы вы знали, это видео будет содержать спойлеры. Фраза в первых двух эпизодах, которая в значительной степени резюмирует происходящее, была произнесена Даниэлой во время ее речи на художественной выставке. «Наш выбор, который мы делаем, отмечает нашу жизнь и создает миры. Мы одновременно обитаем в них все. Это лучший способ попытаться понять, что на самом деле происходило». Очевидно, что ночью, когда Райан получил Павиа, Джейсон был похищен им самим в маске. Затем он проснулся в мире, который был одновременно тем же и совершенно иным. В курсе жизни он прекратил гонку за мечтой. В этот момент была создана альтернативная реальность. Джейсон, который преследовал мечту, добился большого успеха в отрасли. Выбрал совершенно иной путь. Поэтому у одного Джейсона были дети, он женился на Даниэле и был незнаком с Славой, когда проснулся в новом мире. Но у второго Джейсона из этой семьи ничего не было. Тонкие намеки на две разные реальности с существующими в них одними и теми же людьми проскакивали во время эпизода. Многие из этих деталей были на заднем плане кадров. Например, вывеска Тапрум была совершенно разного цвета в обеих реальностях, что было важно. А также художественное оформление имело значительное значение. Например, часто можно было увидеть произведения искусства, заметно отражающиеся на противоположных сторонах холста, иногда даже в разных цветах, что, вероятно, должно было показать, что это две одинаковые части, но с некоторыми отличиями. В комнате, где проснулся Джейсон 1, было произведение искусства, что также имеет две одинаковые вещи. У Джейсона 2 в доме была фигура с тремя одинаковыми лицами. Это меня заставляет подумать, что в картине может появиться третий Джейсон. Интересно, что номер дома, где жил Джейсон, был 44, число из двух четверок, в зеркальном отражении. Так что намеки были с самого начала. В мире Джейсона 2, который теперь населял Джейсон 1, после изучения найденных исследований, он понял, что то изобретение, над которым он работал много лет назад, на самом деле создал Джейсон 2, благодаря пребыванию в стерильной комнате и работе. Это изобретение было большой коробкой, которая позволяла переходить между различными реальностями, появляющимися при каждом новом решении. Несмотря на то, что он создал то, что так хотел в детстве, что даже позволило ему создать крупную компанию и стать известным и богатым, это не приносило ему счастья. Поэтому Джейсон 2 использовал это изобретение, чтобы найти жизнь и путь, который он хотел пройти. Видимо, Джейсон 2 сожалеет о своем пути, когда он отвернулся от Даниэлы, будучи беременной, и выбрал работу над любовью всей своей жизни. Если Джейсон 2 живет в мире Джейсона 1 и сразу старается найти Даниэлу, видимо, это главная причина его действий. Несомненно, весь ряд странных событий в компании, где он кажется заложником своей работы. Но мне кажется, что больше речь идет о стремлении стать той жизнью, которую он хотел бы провести много лет назад. Я лично не думаю, что Джейсон 2 сможет нормально функционировать в найденной им реальности долго. Даниэла, похоже, довольно новым уверенным Джейсоном, что она имеет в доме, но учитывая, что он не знает простейших деталей, например, какую зубную щетку использовать или куда налить кофе, такое незначительное, вероятно, придет время, когда он ошибется и что-то пойдет не так. Одна вещь, которую увлекла, но не осветили, но в первой серии много внимания, кошка Шрёдингера. Кошка Шрёдингера – мысленный эксперимент, иллюстрирующий крошечные частицы в двух состояниях, пока не наблюдаемы. Например, представьте кошку в коробке с чем-то, что может ее убить, пока коробка не открывается для осмотра. Кошка одновременно и жива, и мертва. Это указывает, объект типа частицы или атома, подчиняющегося квантовым правилам, не обладает реальностью, которую можно детально определить, пока не измерен. Если наблюдение не выполнено должным образом, она в двух состояниях одновременно. Смерть часто дразнили в течение первого эпизода. Джейсон и сын чуть не проехали на красный и стали участниками ДТП. Джейсон чуть не стал жертвой такси. Предполагалось, что сериал пойдет именно этим путем, но теория подходит для обоих Джейсонов, поскольку они сейчас в разных состояниях. Сущность всего этого становится ясной, когда оба Джейсона встречаются. В конце эпизода Джейсон один все еще живет в доме Даниэлы. Это Даниэла, которая сделала успешную карьеру в искусстве. В дверь стучат, после чего Джейсон снова похищен, но уже сотрудниками его компании. Они опасались, что Джейсон может раскрыть их секреты об экспериментах, проходящих за стенами здания. Это мои предположения о том, что они могут скрывать. В связи с смертью Даниэлы в этой реальности возникают вопросы о реакции Джейсона, ведь он потерял единственного союзника в знакомой, но неизведанной территории. Я очень насладился просмотром первых двух серий шоу. В последнее время Apple выпустил много научной фантастики, но этот сериал почувствовался уникальным. Несмотря на его сложность, его довольно легко воспринимать и понимать. В «Созвездии» меня смущала игра актеров. Они не вовлекали меня, и я не чувствовал себя погруженным в мир, но в этом случае ощущения совершенно иные. Идея о формировании реальности в момент принятия важного решения дает большой вес решениям, которые имеют огромные последствия, и ставит под сомнение привычные представления. Джоэл Эдгертон прекрасно сыграл в этих сериях роль Джейсона. Не видел его давно, но эта роль ему подходит. Он играет двух разных персонажей, и это интересно. Как большинство сериалов Apple TV, этот снят хорошо. Мотив щелчка, показывающий перемещение между реальностями, умно. Темная материя снята по роману Блейка Крауча 2016 года. Не читал книгу, но она хорошо оценена. Ставки высоки. Джейсон единственный, кто знает, что происходит. Он один, и только он способен вернуться в реальность, которую называет домом. Дом, где он когда-то был доволен и, возможно, сомневался, как было бы, если бы он достиг успеха, о котором мечтал. С необходимостью найти дорогу домой, найти коробку, вернуться к семье. Мне интересно, как это будет. Это сериал из восьми серий. Интересно, куда пойдет? Если путь не изменится, шоу может быть великим. Все. Объяснение окончания эпизодов 1 и 2 темной материи. Хотите больше роликов о последних сериалах и фильмах? Кликните на карту.